Мне нужно читать наоборот. И вот это может случаться только тогда, когда мы подносим эти клише, существующие в душе каждого человека, то есть эти снимки, существующие в душе каждого человека, подносим их к лампе ума, то, которое может их осветить, интеллектуализировать, различить, и тогда, и с каким трудом мы, наконец, видим фигуру того, что мы поджигали на самом деле, вот тогда, когда прозвучало, вот что мы на самом деле поджигали, фигуру того, не сам предмет, который выжил, а фигуру, вот я говорю вам, фигура есть нечто отличное от предмета, фигурация есть, когда это вот какой-то контур в некотором мысленном пространстве, не являясь просто дискретно выделенным предметом, можно сказать, у колокольчика. Он не есть фигура того, что ты действительно почувствовал от этого звука. Вот только тогда вот выступает фигура того, что мы почувствовали на самом деле. Так вот, в этих впечатлениях, такого рода, значит, мы видим следующую вещь, что, и я должен предупредить, что то, что я сейчас говорил, то этого и сейчас, что я скажу сейчас, в действительности является классической, ну, в кавычках классической проблемой, так называемой феноменологической проблемой. Серьезно, кто знаком из вас с современными философиями XX века, может накладывать на то, что я буду говорить, существующую уже терминологию феноменологическую, то есть появившуюся после работы Гоуссер-Руля, Эдмунда Гоуссер-Руля, и стерков устойчиво существующую в современной философской традиции. Есть философия, называемая феноменологией. В действительности мы занимаемся феноменологической проблемой. Но я эти слова не употребляю. Не только потому, что вообще пытаюсь не употреблять ученых философских терминов, поскольку не исчезает часто жизненный смысл говоримого, близкий нам, а в том числе и потому, что, по моему глубокому убеждению, я, наверное, единственный философ, который не склоняется к немецкой философии и предпочитает французский вариант философии, созданной не философами, а людьми, которые жили. Французы всегда, в отличие от немцев, жили, а пока те жили, эти создавали как три системы. И я любому человеку, просвещенному феноменологии, могу доказать, если он доступен к доказательству, что, скажем, Прус, в Луше, в Тысячу Анну Луше решил феноменологическую проблему по сравнению с тем, то есть системой феноменологии, которую создал Гуршев. Поэтому непредпочтительный, просто материал Гуршев ученому материалу доктрины и системы Гуршев. Значит, с этим предупреждением я возвращаюсь к тому, о чем говорил. Значит, прежде всего, мы сталкиваемся с тем, что вот то впечатление, о котором мы говорим, характеризуется дискретностью. Это дискретное вот впечатление. Как впечатление, он не продон в следующие мгновения нашей жизни. То есть, например, помните, я приводил вам цитату, что я шел не по тем же улицам, по которым шли прохожие, которые были вне дома в этот день, а по сладостным, печальным и скользким улицам, улицам моего прошлого или моего детства. Так вот, не эти улицы, те, которые видят и прохожие, вызвали это состояние в Пруске, и, следовательно, не их наблюдение второй раз, то есть, непрерывности сюжета, допустим, способно что-либо объяснить в этом впечатлении. Повторяю, следовательно, впечатление есть что-то, чего нельзя произвольно наблюдать. Оно дискретно уже в этом смысле. Вот в чем ошибка была Карим Густрель, я, один короткий, один пассажер, он предполагал, что, что можно наблюдать феномен, то есть, можно решить наблюдать феномен. Следовательно, когда Густрель это сочинил, два одновременные эпизода произошло, один эпизод во Франции, а другой эпизод в Италии. Эпизод во Франции был такой, он написан у Симона де Белвара, это я немножко вас облегчил, расслабить. Он написан воспоминания Симона де Белвара, давние воспоминания, и он есть, которые сейчас публикуются и публиковались. Сахар услышал о Густреле от Горбича, Арон Горбич, есть такой известный философ перед СССР, недавно умерший, который был знаком и рассказал это. Сахар происходит, повествование об этом происходит в кафе, они сидят. Район Горбич, Сахар и Симон де Белвара, и Симон де Белвара оставил нам опытное свидетельство. И он сказал, Арон, вот говорим, например, все, мол, вся философия в том, что он, например, может уметь описать черниль. Феноменологический. Симон его отришает. Сахар поблизен. Вы знаете, как мне это стержанное эмоции, когда вдруг вот самая любимая, тайная, для тебя еще неосознанная мысль, вдруг вот высказана кем-то, у тебя это и бледность честолюбия, и бледность страсти, и бледность ума, он покрыт. Обнишить в тени феноменологический. И в Италии тоже самое был, такой Энцопачи, несколько лет назад умерший, один из инстинциалистов и феноменологов, Виталий немногих, по сравнению из Франции, который в своем феноменологическом дневнике приводит фахту своей биографии, что его учитель Антонио Банфи когда-то ему сказал, что вот говорит, тем самым поставил на феноменологический, что вот только сейчас дать в том, что умеет феноменологический описать ролик. И в том, в другом случае предполагает, что можно захотеть и описать феноменологический что-то. Так вот, феномен есть что-то, что нельзя, выбрать и так и потом написать. Если у тебя феномологическим феноменом может быть в отношении к тебе только что-то, где в этом отношении с тобой что-то случилось, ты имплицирован в ней своей службе, ты не можешь захотеть, взять и его записать феномогическим. И поэтому отсюда такое количество нудных и топчешься на месте феноменологического описания, например, у Гусора, у автора самой системы и самого этого термина. Это нельзя захотеть и наблюдать. Так вот, возвращаясь к дискретности, и дело в том, что всякая вещь, называемая нами впечатлений, она как бы вне причин вызвавших его, подвешена перед нашим внутренним взором как какое-то мучительно вспоминаемое нами лицо и, очевидно, прямо в нас ударяя какой-то истиной, которую мы не знаем, очевидно, обращено к нашей глубине.